Всем привет! Добро пожаловать обратно в PassFexile! Так, на сегодня план в PassFexile мы спидраним все оставшиеся 7 актов Нам нужно добраться до лейт гейма Мы будем спидранить, поэтому мы заходим Мы прошли 3 акта Сейчас 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Прошли 10 И все пройдено с первой попытки У нас 8000 фолловеров Варлок 8000 фолловер, дай мне випку Это так не работает? Окей Чат начал подписываться-отписываться И отвредитель... вредит... вредительский чат Есть родительский чат в школе, а есть вредительский Так, ладно Я нашел ошибку в нашем билде Чат, смотрите, короче Билд руины Ледяные клыки Урон оружием пробивает 8% в сопротивлению холоду 30% в увеличении урона от холода от умения атак Как вы думаете? Удар щитом считается оружием? Нет? Пошли мы нафиг с нашим билдом на удар щитом Если мы включим обычную автоатаку Вот тут внизу будет написано Пробивание сопротивлению холода правой рукой 8% Работает Включаем удар щитом Фиг там плавал Так что... Мы вот это вот дело будем сбрасывать Это атака, но это не атака оружием Написано Урон оружием А щит Это не оружие Я в первый раз это видел И опять же Вроде как у нас типа гайд Как в пас в экзайл пройти Как в пас в экзайл играть на беспощадном режиме Но у нас гайд на билде, который я никогда не делал Мы его собираем сами вместе с вами на коленке И он... Соответственно ошибки будут сделаны Одна из первых ошибок вот здесь Так, нам надо поменять название стрима Я забыл Да-да-да Беспощадный Ой Так что... Да Сколько нам надо очков сброса, чтобы это убрать? У нас есть У нас есть 6 очков сброса Нам нужно 1, 2, 3, 4, 5 5 И мы возьмем вот это Мы возьмем вот здесь холодный урон Дарует 30% от физического урона В виде дополнительного урона от огня От холода И... Короче, мы Здесь у нас была Кошка, да, моя кошка пришла Кошка, смотри Здесь у нас было 30% увеличение от холода От умения атак И увеличение холода от умения атак 12% И еще 12% Мы сейчас возьмем 12% И конвертацию Мы сейчас заодно Методом Научного тека Проверим, что лучше Ам... Вот это увеличение урона Или трансформация физы В холод Кошка нажмет все кнопки Все кнопки нажимает Чат зашла Посмотрите на это Ну как с этим можно работать? Я профессиональный стример Почему у меня на коврике сидит кошка И моет Заднюю часть кошки Так Сейчас будем тестить Звучит, что конвертация лучше Давайте проверять Смотрите Заходим сюда Теперь Так, все включено Теперь перебрас... Смотрим урон ДПС Окей 913 ДПС Щитом Вот как сейчас сделано Делаем сброс Так, 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 так Так И делаем конвертацию Так, так, так 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 Клик Наблюдаем 985 Так Ну что я могу сказать? Конвертация Значительно лучше Хотя циферка Вроде маленькая Мы конвертируем Сейчас Мы Сейчас 14% От физического урона В холод перевели А на практике Мы Короче Урон повысили Хотя Там была цифра 30% А здесь всего лишь 14% Круто Круто Неожиданно Не надо ли нам Вниз на щиты? Я подумал, ребят Мы не будем брать Все-таки Мастерство блокирования Да Не будем мы идти На мастерство блокирования Ну вот я посмотрел И что-то у нас Слабый сильно Перс получается По броне Пойдем мы Вот сюда налево Вот в эту сторону И тут наберем броню Вот тут прикольно Пойдем 50 брони 50% Увеличение брони При нахождении На одном месте Возьмем здесь Плюс 30% Повышение брони И один к максимуму Всех сопротивлений Что очень важно Возьмем здесь Еще хп-шки Максимальной И вот Здесь в углу Возьмем на щит Маленькую обилочку Мы здесь Чуть-чуть возьмем На щит блока Но и урона Еще возьмем В общем Я решил Немножко переиграть Будем танчить броней Разница получается А Вот еще одно очко Осталось Да А Подумаем А Ну тут думать нечего Нам нужно вот это 5% шанс Блокировать урон И 30% Увеличение урона От атак Что даст нам Дофига ДПС Ого Бонус пошел Так Фишка в том Что Сколько вот у нас Сейчас блок 31% Если мы пойдем На мастерство блока Мы короче Добавим нам 33% Блока По моему Если мы возьмем Вот все мастерство У нас будет Плюс 33% К блоку Если мы пойдем На броню И возьмем там Маленький кластер На блок У нас будет Плюс 20% К блоку Мы потеряем 13% Блок Всего Но мы выиграем Я не хочу Сказать Мы выиграем Наверное где-то 150% Брони Что по моим Подсчетам Ну должно быть Выгоднее Просто да Ну вот будем мы Блочить 50% Ударов А вот то Что будет пролетать Мимо блока Будет нас Ваншотать Это мне вот Вообще Как-то неинтересно Я решил Что выгоднее Будет все-таки Вкачаться Броню А блока Взять Ну немножко Будет у нас Где-то 40% Блок Зависит от того Кто и сколько бьет Ну да Ну да Боюсь что на боссах Будут шотать Если мы Если мы с вами Упоримся в блок Типа мы будем Хорошо против Толпы стоять Потому что Толпа бьет Много Понемножку И блок Там работает Классно Но я боюсь Что босс Он такой Боньк 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 И рано или поздно Эти 50% Не прокнут И тебе Пролетит Ата-та По спиняке Мы не блокаем Магию Магию мы не блокаем Против магии У меня запланирована Защитная механика Подавление Чар У нас Специализация Перса Будет на подавление Чар Мы будем 40% Заклинаний Уменьшать урон В 2 раза От 40% Заклинаний И потом На дереве Навыков Мы доберем Еще до 79% А потом Еще у нас Будет возможность Если Останутся Скиллпоинты Мы сможем Добрать до сотки Белое колечко На сопротивление На сопротивление Холоду Так Это надо оставить Сейчас 0% Да Сейчас 0% У нас Парирование Уровень Удар Щитом Уровень А что у нас ДПС не повысился От удара Щитом Не знаю Сейчас у нас Да 0% Блок Магии И Мы Есть Короче Аура Ооо Ну не аура А этот Типа Грозовой щит Такая штука Берем Грозовой щит Ты его Короче Активируешь Ну вот Типа Как наша Аура Точность Он Дает 25% Шанс Блока Магии Пассивно Вот мы его Наверное Будем Если найдем Мы его Пируем Он должен быть Хорош Так Метка Алхимика Которую Не использую Нам там Выпало Перчатки 118 Брони О Ого 17 Ксили Добавляют 4 8 Урона Огня К Атакам То Что Нам Нужно Дают 5% Скорость Атаки То Что Нам Нужно Дают 29 Сопротивления Огню То Что Нам Нужно Так Прям Круто Прям Круто Ну Кон Крепт Консервус Крепт Крепт Классный Ник А во-вторых Добро пожаловать Новый чатер По-моему Мы подключили Оно должно Работать Я его вчера Включал Но это Общий Множитель То есть Все наши Вот эти Множители Которые У нас Есть Увеличится Еще На 10% То есть Чистый Природ ДПС Не Плюсовой Этот Новый чатер С нами Уже Год Да Ну Он В первый Раз Написал В чат Консервус Вышел Из Лурка Чтобы Написать Важную Инфу Напомнить Про Расширение Что По-любому Круто 10% Это Много Судя Потому Что Ты Радуешься Плюс 5-10 Природ К ДПС Да Я радуюсь Каждый Процент Это Круто Так 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 Ну Вот Здесь Мы Можем Вниз Пойти Я Решил Что Мы Вот Так Через Щиты Вниз Пройдем И Здесь Возьмем Сопротивление Стихиям Броне Уклонения Здесь Возьмем Здоровье Реген А Потом Вот Так Чик Чик Прокрадемся И Возьмем Нам Здесь Вот Броню Но Я Не знаю Стоит ли Нам Туда Пилить А еще Мы точно Не попремся За молнией Потому Что С молнией Та же Фигня А белка Молнией Это Урон Оружием Пробивает Сопротивление Молнией Что Не работает С ударом Щитом Так что Молния Точно Игнорим Я подумаю Что С молнией Делать Молнию Можно Камнем Добавить В атаке А вот Потестить Если Его Найдем Посмотрим Посмотрим Может К урону Пойдем Где-то Ну Вот Здесь Урон Есть Прям Рядом Вот Дает Шанс Блок Щитом И 24% Бонус К урону Щитом В руках Вот Он Прям Здесь Урон Попробуем Потом Сюда Зайдем Да И пойдем Может быть Сделаем Семь Мега Броню Конвертацию Ловкости Ухлонения В броню И тогда Вот Это Возьмем Да Главная Ветка Пока Не нужна Но В эту Сторону Далеко Лезть Я пока Не хочу Хочу Взять Такое Что Нам Будет Полезно Здесь И Сейчас Ладно Давайте Так Давайте Сюда Тогда Вот Так Через Щиты И В эту Сторону Сейчас Пока 12 А Знаете Что Давайте Возьмем Устрашение Я его Никогда Не тестил В теории Оно Должно Быть Крутым Устрашает Врагов На 4 Секунды При блоке Щитом В руках Возьму Его Мы его Должны Потестить Варлок Привет Вот Под твоим Стопам Впервые Прохожу Акты В пое И сразу На кошмаре Подскажи Эндгейм Большой В пое Да Там Прям Целая Игра Отдельная Можно Сказать А эндгейм Это другая Игра Ну или Как минимум Это Мега Крутое Дополнение В игре Он очень Проработанный Мы его Тоже Будем Играть Я все Вам Покажу Мы Должны Проверить Как этот Билд Будет Работать В эндгейме Потому что Если он В эндгейме Не работает Ну как Неинтересно Вообще Поэтому Да Там Там Есть Чем Заняться Доспех Издубленной Кожи Ну мы Уже Как-то Переросли Синие Шмотки Хотя Подбирать И продавать Все равно Стоит Эндгейм Как Год оф Вар Рагнарек В Год оф Варе Есть Эндгейм Я не играл В году Фар Никогда И даже Прохождение Не особо Смотрел Вы знаете Что Мы Вот это Как сделали Переливку В Холодный Урон По-другому По-моему У нас Урон Он повысился Нормально Так Год оф Вар Рагнарек ДЛС Для Год оф Вар Что? Стой Подожди Эндгейм Да Да Это Хорош Лут Что У нас По шапке Нормальная По шапках Плюс И Вампирика Стремно Поэтому Я обязательно Нам сейчас Пойду Куплю Мы здесь Босс Завалим Этой Локи Мини-босса Обязательно Куплю Нам Ауру Навахмана Реген Вампирика От скорости Атаки Ну да Это правда И у нас Вроде как Скорость Атаки Есть Вот Только что Завали Мили-мини Босса Мне кажется ХП у тебя Мало Просаживать Нормально Мало Да Мало Что за Аура На вампирик На вампирик Ты Вот такие Штуки Можешь Увидеть В дереве Их много Они в разных Местах Вот смотри 0.8 Процентов Урона От атак Похищается В виде Здоровья Вот твой Вампирик Короче Если ты Это Если тебе Нужен Вампирик Ищи Такие Вещи На дереве Похищение Здоровья Он здесь Называется А аура На регенерацию Не на вампирик Дрожащий Дрожащий Бродяда Странник Моргенштерн 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 Качаем Здоровье Приспешников Для чата Нас Сейчас С пылами Закидывают Видишь Летучие Мыши Кричат И мы Заблочить Не можем Блок Не работает Честь С пылы И уже Проблемы С пылов А как же Аура Защита От стихий Мы так-то Нехило Усилили Стихийный Урон И дебаф От врагов Крис Уилсон Спасибо тебе За донат Спасибо за 100 Спасибо тебе Большое За 100 Рублей Кэшбэк С покупки У сфера Удачи Йоу Щучий Полу Кавказ Кавкан Кавтан С четырьмя Отверстиями Прикольно Только нам Вставлять в него Нечего Но 4 соединенных Отверстия Вот такую Комбу Мы хотим Я все Продумал Крис В нашем Билде Будет Иммунитет К стихийным Дебафам Так что Вот Стихийных Дебафов Точка Нет Мы соберем Полный Мун Но если Ты мне Дропнешь Крис Если Ты мне Дропни Шауру На стихийную Защиту Я не буду Жаловаться Так что Вот если Она С моба Упадет Я ее Включу Ты Топ Давай Раскошеливайся Что ли Я играл Я играл Мужиком С двуручным Посохом Взрывал Всех Сплэшем И подрывом Трупов Огненных Прикольно Зачем Все Все Он Залочен Взрывал алхимии и поменять ему статы или ты не можешь использовать сферу какого-нибудь не можешь использовать на сверненный предмет сферу изменения цвета отверстий костяной доспех цветок мудрости и желтенький доспех уклонение энергощит ну-ка регенерация 16 здоровья неплохо 6 сопротивления к огню так а у нас дайте посмотрю у нас больше уклонения сопротивление огню и холоду но здесь реген так одену я наверное реген потеряем 9 потеряем немножко холоду но у нас к холоду более чем достаточно сопротивления а вот регенерации у нас пока нехватка почему я не могу изменить лек предметы большинство уникальных предметов нельзя изменить легендарок у них вот залочные статы и все там есть определенные способы но по большей части ты не можешь да так что мы тут решили что-то я чувствую нам здоровья начинает не хватать ребят сколько у нас точности чё у нас по точности 762 у нас сейчас перестанет работать объемка на точность а что так плохо а у нас аура точности не включена так 1176 мало все-таки придется качать вот здесь на точность целый кластер думал нам хватит сколько нам нужно хп очень много 4000 примерно в итоге на большом уровне может где еще точность есть вот не знаю как здесь но в третье диабло на высоких парагонах билды на выживаемость проигрывают он ли билды на уничтожение все и вся там просто тебя даже с фулл защитой многое веншатуют дэрон спасибо большое за донат спасибо за 100 рублей я ценю поддержку так ну смотри здесь короче если брать стандартный режим то ситуация примерно такая же ты хочешь билд на максимальный урон ты хочешь заходить в комнату делать большой пыщ на пол экрана и всех всех врагов сносит беспощадным это очень сложно практически невозможно сделать из-за специфики режима тянет доступа к некоторым возможностям разгона персонажа до вот этого уровня тянет доступа созданию предметов в лавке мастерской у тебя там нет доступа к такому количеству уникальных предметов которые тебе нужны и у тебя нет например вот здесь в возвышении в специализации у тебя на 2 очка меньше специализации поэтому нужно поэтому нужно делать персонажа сбалансированного ты не хочешь пилить боссов по полчаса но тебе нужно чтобы твой персонаж не умирал потому что штрафы штрафы на опыт конские просто невероятные конские штрафы на опыт нельзя умирать надо надо держаться так что мы вот будем как-то пытаться балансировать маневрировать и усидеть на двух стулех вот я вижу меткость скорость атаки 15% глобальной меткости ну давайте посмотрим сколько она на практике добавит что у нас по меткости так сейчас 1176 стало 1360 ну запасик есть да в жестком режиме нет это в убер лабиринте нельзя получить очки навыков убер лабиринт есть но очки навыков там не дают для специализации так что да у тебя всего будет у нас всего будет 6 очков возвышения и билд я вот под них соответственно планировал горящий человек хоть один босс с нормальным названием пошел ты горящий человек горящий козел надо отрастить большую зёбку и чтобы сидеть на двух стульях типа того да и бронированную что за очки возвышения ну ты когда пройдешь лабиринт тебе дадут очки возвышения когда ты увидишь лабиринт ты поймешь и очки возвышения это типа супер скиллы которые специализируют твой билд у тебя специализация получается у персонажа и ты прокачиваешь я забыл что он взрывается да я каждый раз забываю я по-моему я на каждом персонаже на этом чуваке взрывался я ни разу его не задоджил каждый черт в раз о уровень точности хорошо что за лабиринт ну найдешь поймешь и когда до лабиринта доберешься ты ты его увидишь и рассмотришь поймешь что там за лабиринт ну а нас бьют и жестко все шутки кончились сейчас пойдем за аурой на регенерацию будем раскошеливаться пред диала в какой главе лабиринт в 3 мы вчера проходили на стриме можешь посмотреть запись вчерашнего стрима если хочешь так пошли в библиотеку я покупаю ауру буду тратиться не буду экономить к черту король бобро король бобро король бобро король бобро король бобро айнс спасибо огромное айнс привет спасибо большое за 46 месяцев подписки благодарю тебя не один не два не десять не двадцать не сорок сорок шесть месяцев легендари чат будьте добры меньше чем три приветствия для айнса легендарная невероятная поддержка спасибо тебе большой чувак о нет пой я давно меня не было да пока тебе не было пасфукзайл вернулся пам 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 ха 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 из за угла так где наша аура вот она живучесть дает десять регена но потом она прокачается будет сильнее все камень был потрачил за это время мне исполнилось 30 с днем исполнение 30 добро пожаловать в клуб так я нам ауры поставлю вот сюда сюда их уберу хотя нет смысла убирать поздравляем поздравляем тебе что недавно день рождения было или когда давно у тебя было я чё-то чё-то запутался а надо в город сходить продать у нас тут стрим молодежный кстати тебе нельзя да ты видишь теги стрима посмотри там молодежный написано так что эммм я ни на что не намекаю две цветные сферы это очень хорошо сфера удачи пригодится и новая банка банка на банку эти перчатки я отложу если нам нужно будет защита от огня мы придем их оденем это кольцо может это колечко фигануть может на нем что-то хорошее на ролица сфера их давайте попробуем скорость регенерации маны ну да не очень хорошая а это вдруг на этом что-то хорошее на ролица сейчас все сферы потрачу три сопротивления всем стихиям очень неплохо это всего 9 резиста ну на каждую стихию понемножку молодежь сейчас до 35 а окей тогда нормально все в порядке и как на одном сайте спрашиваешь если тебе 18 лет я не знаю на каком сайте омикрон какие ты сайты смотришь где тебя спрашивают есть эти 18 расскажи нам я не знаю я таки не хожу канал варлока нет на твиче на половине канала тоже правда тоже правда а еще на половине каналов не спрашивают а можно было было бы окей живучесть 10 здоровья в секунду апгрейд 12 нам ее долго качать надо будет мне 23 получается я не молодой а все еще бейби омикрон ты внешне молодой а в душе ты дед мы тебя официально записываем в деды тебе лично можно так что ты уже не молодежный в 23 уже не молодежь опа еще сфера еще одна сфера цветная сфера превращения удача любит смелых потратили сферу выбили сферу золотой распутник заточка для доспехов топ мне 17 это я дед но ты еще лабиринт не прошел в пас в экзайле лабиринт пройдешь тогда будешь дед а микрон прошел лабиринт я лично видел храм не пить таблетки настоящий дед не выходит из дома без таблеток настоящий дед всегда забывает их пить настоящий дед всегда танцует в тиктоке сфера превращения таймба что мы на джерилье потратили не то была сфера алхимии сфера превращения которая синюю шмотку делает она тоже хорошая мы будем много сфер превращения использовать мы играем без торговли поэтому нам нет смысла копить обычно ты когда играешь стандартный режим пас в экзайла с торговлей ты вот эту всю валюту никогда не тратишь ты ее копишь а потом с другими игроками нам кстати стоит попробовать например вот эту палку сделать синюю только мозгов не хватает нам нужны мозги этот ты копишь эти сферы потом с другими игроками обмениваешься на вещи которые тебе нужны в лейт гейме в лейте после того как прошел все у нас ситуация другая мы играем соло и у нас нет доступа к торговле поэтому мы я буду использовать по максимуму для усиления здесь и сейчас все задроты эту валюту тратят еще как тратят крафтят все что ты потом покупаешь дороже но я не говорю про них что сферы сферы этого сферы превращения кидают делают синие шмотки да мы про сферы превращения говорим как ты относишься к лиге блайт спрашивал но ответ не услышал это блайт это где tower defense там где башенки строить надо да я просто в русскую версию играю и не знаю как по-английски называется блайт это tower defense да мне нравится прикольно там башенки строишь как в этих как в обезьянах мне нравится жители трущоб стесните зубы скоро начнется бойня а что в бюджет бюджет бронзовые латы 418 броня А ну-ка, надо посмотреть 451 просто голой брони Это много брони Но здесь 16 регена Надо будет подумать Есть ли у тебя план по дереву Или ты по наитию идешь? Немного первого, немного второго, да Я составил общий план Которого мы будем придерживаться Ну и мы по ходу дела Корректируем по чуть-чуть То пока что работает Но скорее всего В итоге мы потратим все Эти перераспределения навыков К концу сюжетки, я думаю Ну я примерно представляю, что нам нужно И мы с чатом обсуждаем И составляем Ну тут весь смысл в том, что мы Билд собираем по ходу дела С общим планом в голове То есть то, что не обязательно Брать какой-то гайд Играть по гайду Можно играть Своим билдом Составленным Главное, чтобы у него была Какая-то общая идея Я вот это пытаюсь сделать Black to soul Привет Сталкер, я знаю Как работает крафт Спасибо за гайд для чайников Я знаю, как работают сферы в игре У меня типа 500 часов Наверное в паспорт Я в курсе Ты говоришь, что альты не используют? Ну ты придрался просто К слову Я объяснял человеку Который только начал играть Думаешь, ему надо Вот эта инфа твоя Про Вот эта вот вся Стена текста Так Что мы дальше будем делать? Хм Ну С точностью стало получше У нас, короче, может быть проблема Мы, наверное, все-таки Упремся в порог точности И мой план носить Скипетры и жезлы Как основное оружие Может быть не актуален Возможно, нам придется Брать меч в основную руку Потому что меч дает бонусы на точность Да Кажется, как-то вот так вот Ладно Ну давайте тогда Сейчас Мы сделаем ход конем И прокрадемся К стальным нервам Я хочу все-таки нам уклонение В броню переделать Поэтому пойдем вот так Через щиты Мы здесь возьмем 12% К урону Щитом Еще 24% К урону Повышение защиты От щита в руках Еще 12% К урону То есть вот Вкачнем дэмэдж А потом пойдем в защиту Сила Броня уклонения Сопротивление стихиям И здесь Здоровье Да, так и сделаем Потом выйдем к стальным нервам Чтоб броню качать Мишка пришел Мишка, привет Деророва Мишка Михаил Михаил посетил нас в чат Он здесь Он благословляет нашу лут Своим Михаилским благословлением Теперь нам будут падать Легендарные щиты Михаил Спасибо тебе большое Давай вот сюда На шею залезай Там сиди Давай вот там вот сиди Удобно? Вам на том удобно? Майкл Так, а здесь у нас тупик, да? Михаил Михаил Ведите себя прилично Что вы делаете? Что вы делаете? Оу, бронзовые латы высокого качества Михаил благословил нас Михаил нажал все кнопки Почему у меня карта на полэкрана? Почему карта на полэкрана, Михаил? Майкл Майкл, что вы делаете? Верните карту, как была Майкл Она такая большая Какую кнопку вообще нажать, чтобы карта такая была? Я не знал, что она может быть такой большой Сфера превращения, поги Поги Окей, вот, все Подчинили Михаил разрушитель Бронзовые латы Ого, 420 брони Желтая шмотка Ну-ка Ну-ка Ктыщ Михаил, нам повезло Мега шмотка Йоу, это хорошая штука Так, смотри 677 брони Да, потому что у нее модификатор 65% брони Это легендари Это легендари Броня 34 максимального здоровья Регенерация есть Сопротивление огню есть Крутяк Ще топ, то что нам нужно До свидания Гневная пелена Добро пожаловать драконь и бастион Я очень сильный апгрейд Прям мега крутой Варлок Варлок, как ты относишься к мульти боксингу Олдскульному в пяти открытых клиентах игры? Я так в Диабло играл когда-то И в Линейдж мы так все время делали Типа в Диабло открываешь 8 или сколько там максимально в патьке может быть персонажей окон И проводишь Своих персонажей Проходишь своим основным персонажем квесты своим твинком И твинки потом квестовые награды получают И ты такой Мега лут квестовый Нам один квест был хороший Теперь надо было пройти адская кузница Где нам падала куча рун за квест А потом из этих рун делаешь мега шмот И в Линейдж втором тоже я так делал Ты, короче, брал, прокачивал себе второго персонажа баффера И... И бегал в два окна Основной персонаж и баффер И еще третье окно и четвертое у тебя могло быть в городе открыто, чтобы на торговле сидеть Типа в Линейдже во втором не было аукциона или автоматической системы торговли Ты просто брал такой и... Садился на задницу и... Типа продаю там орешки Продаю меч Ты вот сидишь и продаешь меч Твой перс должен быть онлайн для этого Укрепленный ростовой щит Так, подожди, синий щит Вау, неплохо Тридцать восемь брони Так Но хуже нашего У нас пятьдесят процентов броня здесь сорок два У нас чуть-чуть лучше Ну и сопротивлению холода у нас намного лучше В общем, положительно, друзья говорят, что это читы, а мне фан Почему читы? Ну типа, если правилами игры это не запрещено, то почему тебе нельзя играть в много окон? Что не так-то? Если правилами игры запрещено играть в несколько окон, то... ну тогда читы, да Ну я насколько знаю, мало в каких играх такое запрещено Типа, если ты хочешь заморочиться, что здесь такого? Читы это бота подрубить И то в линейджи, когда уже в конце времени, когда мы играли на пиратских серваках, там были разрешены торговые боты Да, очень много урона на нашем персе Прямо вообще жесть Да, у меня все остальные персонажи были намного более медленные в прокачке, чем этот Это, наверное, самый дамажный персонаж на этапе сюжетки, который у меня был вообще за все время Хм... Я никогда не играл этим навыком Прикольно Прикольно мы с вами билд такой состряпали Во время стрима накидал дерево в планере больше для себя Смотреть эффективность скилла на начальных этапах Могу скинуть в дискорд, если интересно Скидывай, скидывай харкрат, я посмотрю Ну, потом посмотрю, после стрима У меня примерный план по дереву есть Но дополнительная инфа никогда не помешает Как сказать, экспертное мнение Ну и нам, кстати, билд надо на 80-й уровень планировать, не на 100-й Здесь 80-й это, типа, много У нас к 80-му должен быть абсолютно рабочий билд, который сможет играть на картах А то потом будет беда С самого начала у нас был план, и мы его придерживались Правда? Мы его придерживались Мы его можем танчить лицом? Походу, да Так, минус босс, окей, что продать? Вот этот схем надо бы сделать сильненьким и посмотреть, что мы наролим Но у нас мозгов не хватает, 67 интеллекта нужно 64 Вот здесь 30 мозгов Надо пойти взять Мозги кончились Отсутствие мозгов, это проблема Это проблема Пойдем мозги брать, наверное, пару уровней тогда, а то мы скоро Хотя, опять же, может нам меч придется носить А не посох У меня теперь вот сомнения есть Так, продать, 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 продать Продаю еще другой посох Найдем Три сферы превращения Пять заточек Чтоб щит на фулл заточить Синий Нам нужно десять, чтобы желтый нужно двадцать Белый пять Четыре Нет, пять, да Смертельный трескун Смертельный трескун Смертельный трескун Унылый захватчик Грубиян Ничего не скажешь Очень унылый захватчик Ничего не скажешь Ууу, щит духа Ток на энергощит Не то что нам надо Здесь огненный босс И может нам надо Одеть на защиту от огня Чтобы у нас было кольцо А может и не надо Может это мы и так затащим Может я на скилле задоджу Свиток мудрости Мое Наверное первый и последний щит на стрим Нам сейчас выпадет легендарный щит Я гарантирую это Здесь и сейчас Зеле скорости Точно Чат Напоминайте мне про зельку скорости У меня на обычном аккаунте У меня там был фликер Это короче перс Который телепортируется Между врагами И он у меня Вместо того чтобы ходить Он зажимал правую кнопку И такой Чик 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 И между врагами портуется По всей карте Я разучился Нажимать зеле скорости У меня его там не было никогда Так что да Вы напоминаете Спасибо Спасибо за напоминание гидро Побежали Надо два зеле скорости поставить Чтобы пока одно на кулдауне Второе заряжалось Сферы на автокаст зелий Тоже не падают Автокаст зелий Крафтится у Эйнара Ставку на щит Давайте Ставку на легендарий щит Выпадет ли Мега щит До Конца акта Мега щит Должь быть намного круче Нашего Так Ну что Мозги вкачать надо Знать бы еще Сколько акт длится Ну Осталось еще Четыре локации Три Это так короткий Окей мы возьмем Вот это Все таки Вот это я возьму Тут и шанс блока И урон Со щитом в руках Крутяк Ох 1400 дпс 100 дпс Что подразумевается Под мега щитом Хороший щит Я сам решу Какой Ну он прям такой Классный должен быть Прям вообще Классный Я буду Я буду Объективно оценивать Чат Можете мне верить Бог всего актов Поя 10 А вот и огненный урон Сандаловый Колючий щит Это не мега щит Так Колечко Есть белое Железное кольцо Которое добавляет Урон Но у меня такое Ощущение Что нам нужно Кольцо сейчас Набрать За счету От стихий Объективно Сними красную Футболку Когда я врал Я самый Объективный Стример Чат Я вам хоть раз Врал Я хоть раз Был Не объективным Этот стрим Называется Самый Объективный Стрим На территории Вообще Всей планеты У нас тут Сама объективность Ну не знаю Чем я заслужил Такое Я и живу Честь Четвертый Уровень Клик Это будет проблема Взрывающейся Сферы Это нехорошо Купол Замедляющий Это нехорошо Там много Взрывающихся Сфер Мы мертвы Наверное Нам стоит Немножко Выживаемости Вкачать Тега Объективность Нет Не верю Пока не появится Окей Этот тег Не появится Потому что Я боюсь Что вместе За этим тегом Могут прийти Не те Зрители Которых Мы ищем Понял Удаляю Прошлый Комент Не могу Удалить И все Все Не удалить Никак Он теперь Будет Будет Жить Теперь твой Комент Навсегда Останется В чате Наташа От беда На кассу Подойди Ну вы Отдаете Открою нам Портал Ого У нас порталов Насобиралось Все 18 порталов Может Порталить Направо И налево Порталим По полной Программе Что-то Когда-то Сижу Неудобно Вы шутите Про кассу А касса Все еще Свободна Касса Всегда Свободна Свободна Касса Я работал В Макдональдсе Когда-то Неделю Я короче Устроился В Макдональдс Это было Перед Новым Годом Я проработал Неделю Потом Они Устроили Корпоратив Новогодний Ну вот Типа как Для сотрудников Этого Конкретного Макдональдса Сняли Ночной клуб Ну это Крутой был Макдональдс Самый крутой Макдональдс В городе Сняли Ночной клуб Полностью Я короче Пошел на Новый Год На этот корпоратив А мне Получается Сколько 20 лет 18 лет Что-то такое Я короче Там Так Угрохался Просто Жесть Ну Ну Я употребил Больше Спиртных Напитков Чем мне Следовало Особенно С незнакомым Коллективом Фуу Навык Особенно С незнакомым Новым коллективом Но это я Щас понимаю Когда я Старый дед И в общем Мне так Короче Стыдно Потом Было Что я пошел И Уволился А когда я пошел увольняться Они такие спрашивают меня, что увольняешься А я такой Ну, мне стыдно Не стал говорить Я такой, а я уезжаю жить В Норвегию И директор магазина такой Прикольно, ну удачи тебе в Норвегии И мне еще более стыдно стало Потому что я ему сказал Соврал про то, что я еду жить в Норвегию И он поверил мне Он поверил У него не было смысла не верить Какой у него был резон не верить Это я тоже сейчас понимаю Жалею, что уволился Жалею, что набухался на компаративе А потом уволился Еще и соврал в процессе увольнения Про то, что уезжаю в Норвегию Зачем? Ты потом кушал в этом маке? Нет, я в него больше никогда не ходил И это был единственный макдональдс в городе Следующий макдональдс, в который я сходил Был на расстоянии полторы тысячи километров Буквально Я уехал в другую страну Только для того, чтобы больше никогда не ходить в тот макдональдс Не ходить в другой макдональдс И вся моя свадьба была на самом деле Хитрым планом Как сбежать из макдональдса Чтоб ездить в другом Я перестраховался, да Ой, блин, тут же Наба услышала все Черт Говорит, ничего не слышала А, ну ладно, тебе это не говорить Я вскрою страшную правду Всем было пофиг, что ты наговорил Бухим А, ну я был Я был молодой Думал, что я центр вселенной И я всем нужен И что кроме меня никто не имеет значения Это так работает Типа ты пока Ты пока Те 18 Ты такой Ммм, я повелитель мира Я все смогу, я все сумею Все меня любят Все обращают на меня внимание Все смотрят на то, как я одет Как у меня прическа Всем так не пофиг На мои На меня Потом Ты становишься 30-летним дедом И понимаю, что О нет Это все была ловушка Чтобы на меня было не пофиг Надо что-то делать Просто по умолчанию Всем пофиг Что хорошо Потому что ты такой Идешь по улице И всем пофиг Это отлично У меня так же Я трачу слишком много Ментальных сил На сожаление о том, что я сказал Вот Я в какой-то момент Принял решение Что если это нельзя изменить Типа То Какая разница Типа Если ты не собираешься Ничего С этим делать То Надо забить Значит Ты постоянно будешь Это вот Там не то А там не это Сделал Там подумал Там не подумал Вообще-то можем смотреть Сапоги Хотя у нас крутые сапоги Редкость 13 Я как-то неделю ходил с ирокезом Прежде чем в офисе Заметили, что Что-то не так с прической Да, ну Они, наверное, сразу заметили Просто думали Может ты одумаешься Видимо Может они тебя пранкали И делали вид, что не замечают А может Им просто пофиг Альтернативно Ну типа Ходишь ты с ирокезом И ходишь Какая разница И что происходит Почему эта штука не бьется Что-то вы видите Эти анимации А, оно меня оглушает Надо иммунитет К оглушению Убрать быстрее Что-то задушнилова Окей, давай посмотрим саблю Может нам сабля нужна Ох, урона от огня много Но этот урон только на удар саблей пойдет Это был очень странный бой Я такого никогда не видел Я как-то провел эксперимент Сгонял в обед из универа домой переодеться Никто не заметил Вот если Короче Ты меня спросишь Там вот Я работал В магазине Если ты меня спросишь На следующий день Во что были одеты Мои коллеги Ну не в форума В смысле А вот одежда В которой они пришли На работу Там Я бы тоже не запомнил К тому же Вся одежда Особенно в каком-нибудь универе Все ходят в одинаковой одежде Кроме Там каких-нибудь Трех панков На Ну или Сейчас уже не панки Сейчас уже Что-то другое Кроме трех Короче Каких-нибудь чуваков Которые одеваются Стильно, модно, молодежно С ирокезами И серьгами в ушах Все одеваются Примерно одинаково Да Да, неформалы Кроме неформалов Все примерно одинаково Как же странно Видеть в пое Битвы на один на один С мобами Добро пожаловать В беспощадный режим Так 40% Повышение защиты От щита в руках Сколько это технически Нам даст брони 200 брони Окей Кратер вождя Возможно Сейчас нам Коумно пилит Ой Или к вождь кору И как-то Потому что Защита от огня Плохая У нас панка есть Ноль проблем С первой попытки У меня волосы чуть выше поясницы На одном месте работы Про меня расползлись слухи Что я рокер или священник Люди реально говорили Про мои волосы На другом месте Всем плевать У меня это устраивает Это так странно Почему-то именно К волосам Столько внимания Я имею ввиду Все кто Заходят В первый раз В первую очередь Видят лысину Или там волосы У Тостера Тоже У Тостера Обратная проблема Как у тебя Джонатан Тостер Ему все Говорят Надо Постричься Что за дела Вот насчет волос Кстати да Всем пофиг на все Кроме волос Почему-то волосы Очень важно Вот длина волос Это прям вот Мастхэв Волосы на виду на лице Нос тоже на лице Уши на лице Глаза на лице Но Никто не комментирует Остальные части тела На лице Почему-то Все все время Прикапываются К волосам Уши не сострижешь Несмотря сколько Задонатите Нос не постричь Все зависит От Скандал Ярославский стример Отстриг себе Уши Во время Трансляции Броду и брови Можно постричь Да Тоже правда Ну да К волосам Прикапываются Потому что Все считают Что это Твой выбор Типа Зачем ты выбрал Ходить С длинными волосами Как ты смеешь Да Коли Ярославль Значит Приезжай Да Ярославль Я в Ярославле Приезжай в гости Не надо Я не пойду Так Гневный напев Прикольный Щит Смотри Смотри 23% Увлечения Урона От огня Это был Щит Глуб Прикольный Тоже У нас есть Клеймо Бури А это Нет Поддержка Это активный Камень Комень Я не буду складывать В запаске Вдруг Пригодятся У меня хорошие пышные волосы, я не могу представить себя лысым Брат, короче, я тебе вот еще скажу, ты не застрахован На всякий случай начинай представлять Если оно не облысеется, все нормально Но если тебе суждено облысеть, ты облысеешь Ну или хотя бы частично, вот как у меня У меня не полная лысина, я стригусь, но она у меня больше не растет Так что беда Лучше на всякий случай готовься А, слушай, мы тут квест где-то сдать можем Кстати, я что-то квесты не поздавал О, книжка со скилпоинтами Хорошие квесты я не сдал Так, еще 12% увеличение урона от атак со щитом в руках Чик 1330 стало Меня в школе пытались чморить за длинные волосы И сейчас все думают, что я крашусь, а я просто седой Да Всем что-то надо вот от волос О, големы Голем хаоса, голем льда Дает меткость И шанс крита Нам, наверное, нужен голем Вот этот Каменный голем Дает 36 регенерации Всего 300 километров до Ярославля Лол, а че так мало Без рофла Мало Типа я тебе, короче, открою секрет Есть города, наверное, еще ближе к тебе Есть, наверное, и 100 километров 50 Там еще меньше Ярославль, я думаю, не самый близкий к тебе город До Москвы 600 А кроме Москвы и Ярославля городов нет Это последнее Оставшееся Все Кончилось Все остальные Кончились Так Давай каменного голема брать на регенерацию Чем еще теперь голема будем призывать Кнопочки Так Ну, голема я хочу на Q поставить По идее Все, все остальные квесты я вроде сдал, да? Вроде да Диала, открывай Что-то ей, по-моему, сплохело, чат Тоже гулял на корпоративе долго Так О, колем валун Смотри, какой большой, красивый У нас есть ежик, тире, у нас есть колем Это реально валун? Он большой Катится И атакует всех врагов На земле Пошли голем Здоровье, пока каменный голем активен И он прикольный Единственное, что Я не знаю, насколько он будет хорошо жить В серьезных боях его бить, наверное, будут быстро Ммм, здоровье приспешников с големом связать Это отличная идея О, чат Умный Реально Да Работает 33% здоровья голему Минус голема в том, что он может умереть Да Так, там мега крутая штука То есть, 36 регенерации как с куста Он нужно следить и призывать его, если его болькнут Хотя, в теории Этот голем, наверное, самый живучий должен быть Потому что он сам себе будет тоже регенерацию давать Ну, я его буду прокачивать Наверное, он у нас будет на постоянку стоять Если только Ну, не получится, что он вообще не играбелен И этот Его надо призвать каждые 4 секунды О, свиток портала Не забывать Оу Это что было? Нифига, сундук Так Еще одна фляга на ускорение Сфера усиления Сфера усиления Ты ее кидаешь на синий предмет У которого одно свойство И ему добавляет второе свойство На синем предмете Может быть, два дополнительных свойства максимум Знаешь что? У нас там на редкость есть еще один амулет По-моему, у него неплохое второе свойство было Так, ну и вторая банка на ускорялку Это я хочу поставить нам Чтоб мы быстро бегали Хотя банка на сопротивление стихиям, наверное, критично Ладно, попробуем пока так Я все это отложу Второго амулета 1.14 урона от молнии Это неплохо Для нас 1.14 урона молнии Это норм У нас же вся эта молния Будет множиться Всеми нашими модификаторами На урон На стихии У нас большинство модификаторов Идет не на физику А на любой урон от атак Так что Должно работать И вот так С двумя банками на ускорение Мы должны Ну не постоянно быть под ускорением Но часто И это не только критично Чтоб быстренько бегать между мобами Это критично на боссах У нас нет Рывков Доджей Поэтому Скорость Это наш Единственный способ Избежать Атак босса На полэкрана Знаешь что Нам стоит эти банки Тогда покачать Во Нам банки стоит синими сделать Намного лучше Есть предмет 1.4 урон мороза 1.29 урон молнии Ну тут надо смотреть На твой билд Подходит ли он тебе Вера У тебя уже били 20 раз Вера тебе не надоело Вера Ну е-мое Вера жесткая кстати Значит будет лазером стрелять Потом мы умрем Лазерная вера Может не умрем Вот от таких атак И нужна нам банка На ускорение Я вроде так задоджил Но бывает Ты неудачно стоишь И все Охана Ну Уууу, например, вот так. Только что банка засейвила. Играет музыка. Поговорите с Верой. Вера, ну ё-моё. Да коли. Урона точка нет, у нас отличный урон. У нас офигенный урон. Для нашего билда, для наших шмоток. Или у тебя урона нет? Что-нибудь с ней по сюжету случилось? Она, в общем, хотела как лучше, а получилось как всегда. А она такая... О, Малахай будет новым правителем мира. Прикольно. А он вместо этого такой... Я хочу весь мир превратить в какашку. У меня урона нет? А, у меня урона нет. Так, это беспощадный режим. Ты там на 18 левеле играешь на стандартном режиме. Ты сам говоришь, что у тебя уже 43 уника там упало за первый акт. Мы играем в беспощадный режим. У нас ни одного камня поддержки. У нас... Синие-белые шмотки все одеты. Тебе там кто-то подарил лук. Как ты говоришь, какой-то сквернённый, мега-крутой, с пятью тырками. Под камней. Ты такой пришёл и такой, у тебя урона нет. Всё, заблатовался, чувак. Ему на 18 уровне лук подарили, и он теперь такой... Ходит, и у вас всех урона нет, а у меня есть. Нормально, правильно. Правильной дорогой идёте, товарищи. Blood Angel Legend. Привет. Спасибо тебе большое за 9 месяцев подписки. О, привет. Лучей добра и отличного настроения. Хорошего тебе стрима. Извините, что пропадаю, то работаю, то болею. Уже лучше себя чувствую. Скорейшего тебе выздоровления. Скорейшего тебе выздоровления, Blood Angel Legend. Желаем мы. Так что ты выздоравливай, и удачи тебе с работой. Ничего страшного. Если что, все записи есть на Ютубе. Всё выходит на Ютуб. У вас Фокзайл тоже будет на Ютубе. Добро пожаловать. Голема-то прибили, я уже про него забыл. Опа. Так. Наск молнии плохой резист. Надо доджить атаки шаврон. Спойлеры. Он не задоджил атаки шаврон. Окей, голем. Давай, брат. Так. Самая опасная, походу, атака, когда она... Да, вот так молнией бьёт. Сблизи. Голем. Ё-моё. Это вот не хватает сопротивления стихия. Жёстко не хватает. Для сравнения, вот у меня сейчас молния что? 33%. Типа у меня был максимум 75%. Когда у нас 33% сопротивления, мы от атаки получаем 66 урона, грубо говоря. Будем доджить и регенить. Голем, помогай. Танчи, голем! Да, мы от атаки получаем... Грубо говоря, 66 урона. Если бы мы сопротивление повысили до 75%, мы получали бы 25 урона. Что почти в три раза меньше. То есть мы вроде как добавили всего лишь полтос сопротивления, даже меньше. Но уменьшили получаемый урон в три раза. Именно поэтому сопротивления вот так вот не менее важны. Они вообще решают. Всем привет! Откуда голем? Привет! Нам за квест дали голема. В этом акте... В четвертом акте за квест дают на выбор любого голема. Хороший квест. Марлок, мы кого качаем? У нас лучница через ближний бой, бьющая щитом и трансформирующая урон щитом в холодный и огненный. Щучьи ботинки. Ах вы, щучьи ботинки. Никогда не проходил пас в экзайл. Сейчас самое время присоединиться. Я что вернулся? Беспощадный режим в игре появился. Типа хардмод. Усложнение. Мне очень нравится. Прям вообще. Если бы не беспощадный, я бы сейчас не играл в пас в экзайл. Марлок, расскажи, какие планы вообще на этот год, раз мы играем в поя, будет ли дальше экспериментировать с форматами и жанрами? Хороший вопрос. Ну, что-то типа того я планирую, да. Я хочу нам больше... Я хочу, чтобы в этом году мы с вами попробовали, может быть, не так... Как это называется? Чтобы у нас стримы были не такие систематизированные. Чтобы было-было немножко больше свободы для маневра. Потому что мы вот весь прошлый год стримили, ну, по такому плотному графику. Вот у нас четко там три игры в день. И мы вот прям играем чик-чик-чик-чик-чик. Там чуть ли не заранее на неделю. А в какой-то момент мы заранее на неделю еще расписание делали, какие игры будем играть. И оно хорошо, как для зрителей удобно. Потому что ты смотришь такой, вот в эту неделю мы вот в это вот поиграем. Но у нас, ну, соответственно, есть минусы. Потому что ты такой... Хочу что-то новое попробовать, а нельзя, потому что вот формат не походит. Она съела моего голема? Да, я дрэк, ты съел моего голема? Верни голема. Поэтому я хочу, да, менее... Менее систематизированные стримы, больше свободы и... Не знаю насчет новых жанров. Посмотрим, как вам понравится. Ну, вот игрушки на прохождение типа Скайрима, я все равно думаю, что это не самая лучшая вещь для стримов, да и для записи на ютубе. На ютубе, но кто знает. Опа, щит! Так! Желтый щит на 244 уклонения. Нам без разницы, броня или уклонение. Вау! О, лягушка! Чат, вы видели лягуху? Ой, смотрите, какая лягуха! Я в первый раз ее вижу! Здесь лягуха живет! Это не моб, она просто живет здесь. Прикольно! Я никогда не видел лягуху! Здесь! Кошка, смотри, там лягуха! Вот, как-то так вот у меня планы на год. Больше... Меньше форматов на стримах, больше интереса. Так, на текущем щите 418 брони. Но у него модификатор на 50% брони висит. И он заточен на плюс 20. Мы его тащили. Давайте открывать. Это может быть... Это может быть тот самый для ставки мега-щит. Ставки для красной команды 1 к 24. И открываем. Стакан наполовину пуст. Да. Вообще ничего на уклонение. Не очень щит. Вот прикольно. 17% шанса сбежать стихийных состояний. Если бы это у нас обычный персонаж был, который дерется руками, а не задом. Мы бы, наверное, взяли этот щит. Это крутая штука избежать стихийных состояний. Типа замораживать тебя не будут, поджигать. Но у нас щит это оружие. Поэтому нам на щите нужно миноурон. Не прокатит. Что-то у меня усы чешут сегодня. Мелаграмины ставит. В общем, для нас-то это леди на... Леди на молнию, походу, тут самая сложная была из этих троих. Потому что... У нас с молнией проблемы. А этот чувак бьет физикой и хаосом, я предполагаю. С физикой у нас все вообще отлично. Но хаос у всех плохо. Сопротивление к хаосу у всех плохое всегда. Его только в лайтгейме можно раскачать. Но оно и нужно только в лайтгейме. Я рано радовался, а? Сейчас убьет. Нет? Щучьи перчатки. Щучьи. Усы чешутся это к мисплеям. О, нет. Не страшно смотреть на дерево навыков, и гайды страшно выглядят. Blood Angel Legend. Я тебе вот что скажу. Короче, не читай гайды. Смотри наше вот это прохождение. Прохождение типа гайд. Вот это вот смотри сейчас. С самого начала на ютубе. И мы вот тут хорошо видно, как мы билд на коленке собираем без гайдов. И как мы подстраиваемся под ситуацию. Как мы играем вообще без вещей. Вещей нет. У нас беспощадный режим. Шмота нет. Ничего нет. И основной навык у нас без камней поддержки. То есть голый навык просто сокрушающий хит. И вот мы как-то проходим. Поэтому посмотри, повторяй примерно те же действия, только на свой лад. Можешь полностью весь билд повторить. Один в один. И все будет нормально. Сказал он. И сейчас мы босс не... Сейчас я повыделывался. Что гайд, гайд. Сейчас нас босс как пнет. А он, наверное, нас бьет. Да, гайды... Я бы не рекомендовал гайды, если ты начинаешь играть в Path of Exile. Вот те гайды, которые... Профессиональные гайды от профессиональных... От профессионалов Path of Exile не потому, что они плохие, а потому, что они слишком хорошие. Тебе дадут, грубо говоря, инструмент. И не научат инструментом пользоваться в гайде. Гайд тебе скажет, куда бить, но не скажет, куда бить. Кстати, Вера опять здесь. Вера, привет. Гайд скажет, куда бить, грубо говоря, молотком, но не скажет, как правильно бить. И ты будешь себя по пальцам бить больше, чем попадать по гвоздям. Если аналогию провести. С гвоздями. Килл мииииии. Вера нам помогает, смотри. Правда, ее иногда, ей крышу сносит и пишет. Че-то, Вера. Держи себя в лапах, Вера. Нет, Вера! Нет, Вера! Вот что я получаю за попытку быть героем. Ты, как легко тебе это досталось. Ты была рождена, чтобы убить меня. Какая ирония. Я всю жизнь била, чтобы сделать лучше себя. Других. Целый мир. А ты просто жила и достигла большего. Охотница, нанеси последний удар. Для тебя это так естественно. Вот ты вот всю жизнь учишься, стараешься. Ты оттачиваешь свое мастерство. Там вот это вот. А потом всякие вот эти Веры подходят и такие тебе говорят. Ой, как тебе повезло. У тебя так все легко получается. Вот хотел бы я тоже так уметь. Не прикладывая никаких усилий, ничего не делая. Просто хотел бы уметь. Вот ни сфига. Хотел бы я уметь играть классно на гитаре. Не, учиться не хочу. Сотни часов вкладывать не хочу. Деньги вкладывать не хочу. Но хотел бы уметь. Вот так вот. Чик. И уметь. Знаешь что, Вера? Ладно, Вера нам помогла. Не буду ее ругать. Пусть лежит. Спокойся. Спокойся с миром. Так. Ну что, Малахай. Один на один? Этот чувак пытался создать какую-то... Такую эту... HR Гайгер машину, которая сожрет весь мир. Или что-то такое, насколько я понимаю. У меня проблема тоже с сюжетом. Потому что я его тоже почти нифига не читал. И вот... А мой голем. Нам нужен голем. Поэтому у меня с сюжетом тоже беда, ребят. Я вас по сюжету не просвещу особо. Вот что вы в этом прохождении не увидите, этот сюжет? Я его сам не знаю. Знаешь, голем держится неплохо. Относительно. Сейчас он еще одно дерево заспавнит, по-моему. Может и нет. Может еще рано. Вот сейчас будет дерево. Да, дерево. Прими, говорит, дар до смерти. Спасибо, не надо. Что, дерево, да? Дерево пошло. Почему, говорит, тебе так нравится смерть? Почему ты так цепляешься за смерть, перевели? Интересный перевод. Ты будешь самостоятельным. О, эта штука нас больно бьет. Ух ты, е-мое. Мы раз десять остались на одной хпшке. Знаете, что я скажу? По-моему, реген и голем нас сейвят. Я бы, наверное, сто раз уже сдох. О, еще один щит. Еще один желтый щит, чат. Дубовый баклер. 225 уклонения на нем. Ставки? Подождите. Надо открыть этот щит. Если он хороший, будет с последнего босса акта. Красной команде. Камень я не дам. Нифига. Хороший щит, если бы мы играли обычным персом. 6% блока. Это бонусные. Всего 32. А у нашего 23. На 10 больше блока. 39 здоровья. Это много. 14 сопротивления огню. Хорошие статы. Особенно блок. Но нам нужно именно уклонение на нем. Или броня. Все, это конец акта. Хотя нет, нифига. Это еще не конец акта. Еще одна лока осталась. Сейчас будет еще локация с переходом в следующий акт. Так что шансы есть. У банки. Так, банка. Сопротивление огню, холоду, молнии, хаосу. Эммм. Сейчас надо подумать. Следующий серьезный босс бьет огнем. Хаосом. Очень не скоро боссы начнут бить. По-моему, в компании хаосом почти никто не бьет. Мобы хаосом бьющие бесят. Но мы вроде урона много наносим. И нам стоит взять банку на защиту от огня. 50% сопротивлению огню на 20% меньше получаемого урона от огня. Так, а еще я хотел кое-что сделать. Нам все продать. Мы пойдем в пятый акт. Это был четвертый акт. Окей. Так. Шлемный энергощит. Продажа, 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 продажа. Я думаю, что мы сейчас... Уже 11 осколков алхимии. Скоро еще одну сферу алхимии соберем. Так. Я банку на сопротивление стихиям и огню пока отложу. И... Мы сейчас... Наверное, вот эти наши банки на скорость попробуем зачаровать и сделать им... Сделаем им бонусы. Самый серьезный босс, бьющий хаосом в актах... Это босс-паук из второго акта? По-моему, паук в пятом акте тоже бьет. В восьмом. Самый серьезный босс сидит по ту сторону экрана. Это правда, вот он. Это очень серьезный босс. На этого босса вообще лучше косу не смотреть. Она следит за нами. И за вами чё? Так. Я буду зачаровывать. Какой? Окей, вот этот 38-го уровня флакон. Флакон 4-го уровня не стоит чаровать. 38-го уровня флакон стоит чаровать. 38-й уровень не означает, что требуется. 38-й значит уровень предмета. От этого зависит, какие на нем бонусы могут выпасть. Чем выше уровень, тем лучше. 38% шанс избежать охлаждения во время действия. 37% шанс избежать заморозки во время действия эффекта. Ну, пока прикольно. Потом нам будет бесполезно это. Потом у нас будет иммунитет к заморозке и охлаждению. Но сейчас пойдет. Хороший флакон. Потом найдем другой или этот переролим. Так, голем. Надо привыкнуть к големову, призывать постоянно. Большая колотушка. Прикольный щит. Каплевитный щит с рисунком. Броня есть, но опять же энергощит. Энергощит нам не особо нужен. Там вроде есть один какой-то легендарный уник. Уникальный щит. На котором есть энергощит, но при этом у него огромная броня. Поэтому он нам подойдет. Он очень редкий. Бред собаки. Так, уровень. Окей, мы идем сюда. Вниз. Мы сейчас повысим себе выживаемость. Перед... А, до следующих боссов серьезных выживаемость качать. Спротивление стихиям и этот... И максимальное здоровье. Силенная байдана. Это броня. И уровень живучести. 22 регена в 29 регена. 11 интеллекта, регенерация есть, мана есть, сопротивление, холоду есть. Нас лучше, потому что дает здоровье. Нам мана не особо нужна. Йоу. Знаете что, ребят? Короче, походу, блин, редкость предметов работает очень хорошо. У нас сейчас 16... Эээ... 16 редкостей, 13 редкостей, 9 редкостей. И нам прям сыпятся желтые шмотки. Они не очень хорошие, как бы. Не то, что нам идеально подходят, но они сыпятся. Чем больше выпадает желтых шмоток, тем лучше. Тем больше шанс найти то, что нам нужно. Скажем так. Тем больше шансов убить хороший щит для красной команды. И выиграть им ставки. Костлявая забияка. Факт, удача, лучший им бастард по жизни. Да. Типа, ничто не сравнится с тем, чтобы выиграть квартиру в лотерею. Я имею ввиду, можно много говорить про то, что заработать собственными силами это намного приятнее. И это реально дает тебе ощущение достижения и награды. Но, что, все фигня. Выиграть квартиру в лотерею много лучше, чем работать в 40 лет и выплачивать за нее ипотеку. Все это мы все о себе говорим только потому, что обидно. Окей, дай мне сундуки. Сейчас выпадет легендарный щит. Чего-то я пытаюсь найти его. Я открываю сундуки. Усиленные поножи! О, редкость работает, окей. 109 брони на сапогах. Блин, я эти сапоги одену только если на них. Только если на них будет редкость предметов. Все остальные статы, по-моему, фигня. Скипетр. Желтый скипетр. Йоу. Удача реально имбастат. Выиграть генетическую лотерею и родиться в богатой семье за счет удачи на старте. Вот что имба. А, ну... Я не знаю, в фильмах там все время показывают, что у тебя будет все равно куча проблем. Лучше просто выиграть квартиру в лотерею. И ты не будешь должен всем своим родственникам, дедушкам, бабушкам. И тебе не придет мафия стрелять, наверное, скорее всего. Ну, его в баню. И мне это акнорм. Окей. Статистика обратная. Процент тех, кто выиграл много в лотереи, в жизни сложилось удачно. Меньшинство? Там имеется в виду эти... Да, статистика плохая с теми, кто джекпоты выигрывал. Но не надо выигрывать слишком много. Джекпоты это слишком много. Я имею в виду квартира. Ты типа выиграл квартиру, и у тебя просто есть квартира. И все. Если ты выиграл с ничего, ты не умеешь пользоваться деньгами? Да, но ты умеешь пользоваться квартирой. Ты, короче, в нее заходишь, ты в ней живешь. Че ей пользоваться? Ну, в туалетом пользоваться надо научиться перед тем, как в квартиру заезжать на полдней. Я говорю именно о квартире, а не том, что... Конечно, если ты выиграл там 40 миллионов, ты можешь заруинить изи. Намного лучше выигрывать вещи, а не деньги. Потому что вещь ты выиграл. О, прикольно, вещь красивая. Ты платишь за нее ЖКХ, убираешь ее и чинишь все в ней? Да, как и во всех других квартирах. А какой у тебя выбор? Не жить в квартире, жить на улице. Там неудобно, там дождь и капает. Если ты не выиграешь квартиру, ты все равно будешь снимать? Так, ну, в съемной квартире тоже надо, между прочим, платить ЖКХ. И убирать ее, и чинить все в ней. Ну, окей. Чинить, может, не надо, смотря какая у тебя договоренность с хозяевами. Чинить не надо, а оно не стоит того, чтобы снимать. Окей, я снимал квартиру, и я жил в своей квартире. Короче, развединфа своя лучше. А, я определил... О, блин, какие ботинки, чат! Окей, ботинки крутые. 21, здоровье. 22, сопротивление огню. 25, скорость передвижения. Чат уже нам, кстати, говорит, что квартиру плохо выигрывать. Говорит, там налоги будут брать. Ну, ладно, чат, я буду вы... Хорошо, давайте, короче, так. Вы не выигрываете квартиру в Москве. Я выиграю квартиру в Москве. Я вместо вас выиграю, чтобы вам не было вот этих трудов. с тем, что ее надо чинить, убирать, платить ЖКХ, налоги платить. Вы не выигрывайте. Я займусь вопросом. Избавлю вас от этих проблем. Хорошо? Спасибо, чат. Вы довольны? А то чат что-то нашел много причин, что квартиру в Москве выигрывать не надо. У них много аргументов. Окей. Ботинки крутые, но мы потеряем редкость предметов. 13 потеряем редкости. Мы выиграем 22 сопротивления огневую скорость. Деньги нам отдай. Какие деньги? Я квартиру выиграл, а не деньги. Скипетр тени. Окей, вот это надо хорошее выпить. Добавляет 22,51 урона от холода. Куда он это добавляет? Блин, он жизнь не добавит к удару щитом. Да, это он себе к удару. Скорость сотворения чар, множитель критического удара, сопротивление молнии. Все не то, что нам надо. Мда. Мда. Подожди, а почему такой маленький бонус по ДПС-у? Когда я скипетр меняю, стой. Почему этот скипетр нам не дает урона нормального? Урон в секунду. 13,35. Там вроде 14% и 22%. Переодеваю этот. Урон почти такой же. А, потому что здесь базовый 22%. Урон от холода у нас уменьшается. Но увеличивается урон от огня. Не, нифига. Я туплю. Так. Новый скипетр. Урон от холода 352, 464. Клик. Больше от холода, но меньше от огня. Огонь. 245, 323. С этим 251, 331. Короче, какое-то шило на мыло, но здесь у нас сопротивление молнии. Пускай будет этот. Пускай, короче, этот будет новый. Там чуть-чуть, чуть-чуть меньше ДПС на какой-то процентик. Ну, сопротивление молнии лучше. Ну да. Сопротивление молнии 48 сейчас. По факту, при выигрыше квартиры придется заплатить 13% стоимости в налоговую с учетом стоимости в Москве овер дофига. Ладно, и чат, я говорю, но походу вам не нужна квартира в Москве. Чат не хочет выигрывать квартиру в Москве. Никто не заставляет. я думаю, что если ты выигрываешь квартиру в Москве, ты такой, да не, мне не надо. Отказываюсь. Никто тебя не станет заставлять. И ты можешь чисто вот просто вот у тебя есть факт, что ты выиграл, ты можешь, я думаю, отказаться спокойно. Ну, просто запишешь себе там в как оно называется, в свой табель достижений. Если повезло и выиграл, придется разбираться. Нет, вы же говорите, что там слишком много мороки, чат. Откажитесь, когда вы играете. Че? Много мороки. Берешь, говоришь, я отказываюсь. Они такие, ну ладно. Нам, там же лучше. Че вы решили разбираться? Вы же говорите, мороки можно. Много. Я бы отказался от квартиры в Москве сейчас. Ты мне отказался бы. Ни при каких обстоятельствах ты не отказался бы. На крайняк ты бы пошел, короче, взял бы кредит на то, чтобы выплатить эти 13% или у такому родственника взял бы, продал бы ее по дешевке. Супер быстро. На 10% дешевле, чем она стоит. И ты просто бы купил себе что хочешь, там, машину, еще что-то. В легкую я в Киеве живу? Ну, да, тогда понимаю. Понимаю, в чем проблема. Держись там. Чувак, я понял, о чем ты говоришь. Да. не особо нужна. Думаю, моей маме из Запорожья тоже бы квартира в Москве сейчас не очень пригодилась бы. Окей, мы прошли. Мы прошли. акт. Все. Синяя команда официально выиграла, мы не выбили хороший щит. Вот еще скипетры есть, но у нас мозгов мало, поэтому я даже на него смотреть не буду. слишком мало мозгов. И здоровье приспешников. Клик. Клем, иди сюда. Привет, подскажи по журналам экспедиции, пожалуйста, как определить, где будет босс. А внутри журнала, короче, босс сидит под таким большим куполом. просто смотри визуально на этот вот на полу. Там такой, короче, типа купол будет или что-то такое. И вот в нем сидит босс. И этот купол надо подорвать. Да. Он вылезет там, где ты взорвешь, либо этот, либо он прям там будет стоять на карте, либо будет к нему проход откроется на арену. Можно ли узнать до открытия? По-моему, нет. Ну, я не знаю способа. Добро пожаловать, кстати, новый чатер. Здравствуй. Давай еще одну ставку на новый акт. Давайте. Выбиваем мегащит в новом акте. Красная команда. Я, короче, вам гарантирую, сейчас выпадет мегащит. Он должен выпасть. Поэтому давайте идем вабанг. А, не, не то. Идем вабанг. Удача любит храбрых, смелых. Тех, кто выигрывает квартиры. Уу, меч пехотинца этот выручил. Но удача при мне. Я, кстати, так и не одел эти ботинки. Я на полном серьезе думаю, что мы пока походим в моих ботинках на редкость. Наших. Я на полном серьезе считаю, что эти 13% решают. Что-то как-то раньше не заморачивался никогда насчет редкости. А тут у нас казино ставки. гарантия от варлочка резидент слиппер. В смысле резидент слиппер? Чат, я хоть разу гарантировал вам что-то хоть раз и оно не сбывалось. Такого никогда не было. Я всегда говорю правду. Чего вы смеетесь? Почему джебейтед? Почему джебейтед? слипперед? Сразу. Все за дела. Да, победы красной команде. Но мы побеждаем. Красная команда всегда побеждает. Может не с первой попытки, но побеждает всегда. Матерчатая безрукавка плюс цветной камушек. во, у них прикольные щиты. Большие, круглые. Они, наверное, могут тропнуть щит нам. Убейте надзирателя Кроу. Здорово, надзиратель Кроу. барак, барак, стакаются ли, два камня на плюс урон от мороза. Два разных камня. Должны быть два разных камня. Опа, колечко. Так, а на что нам нужно было резист? Так, синее колечко. Ну, нам нужна сейчас молния и огонь. Но огонь мы взяли банку, если что, мы оденем вот эти тапки. Значит, колечко надо брать за квест на молнию. Ну, да. Ну, редкость. 11% повышения редкости найденных, черт побери, предметов и плюс 23% дополнительного сопротивления молнии. Удача любит смелых. Я говорил, что удача любит смелых. А, кстати, мега хорошее кольцо. Я даже не шучу, это очень хорошее кольцо. Ты даже для какого-нибудь 80-го уровня. 40% сопротивления молнии, это очень хорошо. 46%. Ты типа половину резиста закрываешь этим. Мы в этом кольце будем ходить до конца игры. Скорее всего, до конца этих стримов по этому персонажу мы будем носить это кольцо. и если мы найдем штучку, которая добавляет... Короче, есть валюта, которая превращает синий предмет в желтый и добавляет еще одно свойство. Я ее использую. Но мы ее не выбили. Сфера царя, она очень редкая здесь на этом режиме. так. Ну-ка, что у нас по защите от холода? Ну, более чем достаточно. Хотя... Ну, вот так. Получается у нас теперь молния и холод на хорошем уровне резисты. что такое урон хаоса? Ну, урон хаоса это урон хаоса. Есть такая стихия хаоса. Да, есть огонь, лед, молния и хаос, и физика. Вот пять типов урона в пас в экзайле. Так, все продаем. Супер кольцо оставляем. Хороший меч для двуручки, кстати. Не, я ошибаюсь, не очень. Эти ботинки я тоже на всякий случай оставлю. Все-таки ботинки хорошие. Давай их сюда на склад ботинок. Так, что еще? Ну и вроде все. Дветветные цферки еще в запас. Блин, как мне нравится это кольцо. Оно такое офигенное. Прям крутяк. Еще и ролл хороший. Видишь, если альт зажать там внизу, типа могло выпасть от 18 до 23 сопротивлений молнии. Выпало 23, выпал максимум. И редкость могла быть 8-12. Выпало 11, почти максимум. Да, крутяк. Так, что мы будем делать? Мы сейчас пойдем дальше по квестам. да, это руслес. Это беспощадный режим. Окей. Две минуты чат. Я сейчас схожу в ванную комнату. И мы пойдем дальше проходить. Две минуты есть, спридо. По